Да как так? Как меня в этой игре чпокают просто без шансов? Да не сы, таракуха. Будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Бесплатная рулетка, отличная броня и могучие пушки. А при первом пополнении счётов плюс 100% кредитов придёт. Пошла нагибатория. Но это, друзья, уже совершенно другая история. Продолжение следует... Новая новинка с пылу сёру, так сказать. ПТС Варфейса обновили и я ринулся туда. И заранее скажу вам, что новинка гаднота. Новый двуствольный дробовик Браунин. Ребята, у меня прямо дежавю пошло. Ну вот расскажите, кто из вас помнит с наркобой? Почти наверняка, а лды на месте, я уверен. И при использовании данного агрегата, именно такие ассоциации у меня и возникают. О, я и Бундестаг. Судя по твоей реакции, новинка хороша. Она не просто хороша, капитан Очевидность. Это реальный нагиб. Ваншотит просто, сука, идеально. Это, понимаете, то, о чём я говорил все эти годы. Помните, я говорил, что у медика самое главное требование, чтобы на своих дистанциях медика он ваншотил с вероятностью практически 100%. И абсолютное большинство дробовиков меня в этом не устраивало. Кстати, между прочим, примерно так же показывало себя в своё время, когда только появилась Чапа. Ну, жопа тройная угроза, вы помните. Чапа-то ваншотила очень хорошо. И новый брауник соблюдает эту традицию, скажу я вам. Не ваншот происходит в основном случае, если ты стреляешь уже на большой дистанции, или если ты прилично так смазал и большая часть дроби ушла в молоко. Но если ручки плюс-минус хотя бы средненькие, на тело ты можешь навестись, то поверь, дорогой друг, разочарован, ты точно не останешься. Великолепные ваншоты в любых положениях, прыжках, подкатах, когда ты выпрыгиваешь, когда на тебя выпрыгивают. Двойные проникновения противников, которые стоят друг за другом. Всё это новый браунинг обеспечивает на отличненько. А Гарибальди уделает? По ваншоту точно уделает, капитан, очевидность. Тут, друзья, просто вот прямо, ну, спорить глупо. Да, Гарибальди хорош, как бы он такой нагибной, все дела, но с него всё-таки как-то не ваншоты частенько проскакивают. У новинки такого нет. Тут надо заметить, что новый дробовик, как я заметил, обладает ещё, знаете, таким приличным разбросом. Дробь просто, сука, чуть ли не во все стороны летит. Поэтому к качеству аима, наведению прямо на тело, он менее требователен. То есть Гариб, возможно, в некоторых ситуациях, там, в подкате, в прицеле, сможет сваншотить, может быть, во всяком случае, даже на большей дистанции. Но и шанс не убить противника у него значительно выше. А вот Браунинг, это как раз тот случай. Чуть-чуть там левее, правее скосил, пофиг. Всё равно, сука, противник будет с вероятностью 100% аннигилирован. Тут надо заметить, правда, что есть у этого дробовика ещё одна особенность. Это просто конская отдача. Впрочем, отдача на дробовике, если он не является автоматическим, как бы никого не волнует. Кстати, есть у нас ещё и мод, который позволяет гасить отдачу, но я в нём особого смысла попросту не увидел. Ну и, конечно же, вы многие хотите увидеть какую-то сборочку и характеристики данного дробовика. Вот они. Да-да, глаза вас не обманывают. Почти 2500 урона. Теперь, я думаю, всё понятно, почему дробовик устроен именно так. Приличный разброс, чтобы на большой дистанции он совсем-то не божил. И, естественно, несмотря на разброс, с таким уроном у нас вытекают все эти ваншоты. Практически стопроцентные. Смотрится, конечно, очень сладко. Но как же всего два патрона? Два патрона, капитан очевидность, это, конечно, проблема. Выходить сразу на трёх противников – дело, прямо скажем, такое. Но, с другой стороны, есть уникальный мод, который повышает перезарядку. И с ним, знаете, игра становится бодренькой. Типа той же Чаппы. То есть, прямо Гаднателло. Однако, надо учитывать, что Чаппа всё-таки три патрона. Здесь два. Поэтому, друзья, действительно, совсем уж нагреться этим дробовиком не надо. В общем, если верить твоим оценкам, баланс в очередной раз вышел из чата. Это смешной человек. Какой баланс, капитан очевидность? Мы в Warface играем. Ну, в самом деле, ну про какой баланс можно говорить? Warface, он прекрасен, сука. Всё сбалансировано идеально. Новая пушка всегда лучше, чем старая. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Блин, ну смотри, ты грех. Короче, новый дробовик хорош. Заменит ли он Гарибальди? Многие из вас просят. Я не знаю, друзья. У меня нет никаких точных утверждений на этот счёт. Могу сказать так. Гарибальди может быть, да и не может быть, а так оно и есть, гибче. То есть можно выйти на трёх, на четырёх, на всю команду противника на РМ и всех забрать, да. Очень быстро, ваншотами. Но при этом есть шанс не сваншотить, и у Гарибальди этот шанс какой-то почему-то всё-таки высоковатый. Я не знаю, такое ощущение, как будто его фиксанули или что, или руки у меня кривые. Вот с этой пушкой, с браунингом, такого нет. Ты вышел, противник вышел, ты кнопку нажал, противник умер, всё. У тебя всего два патрона, да. Но когда ты стреляешь у противника на своих дистанциях, медика, ты можешь быть уверен, что если плюс-минус нормально ты куда-то попал, даже не идеально, противник отлетит просто за милую душу. Никаких вот этих баха и всё, там, фулл креста, тебя убили, этого не будет. Браунинг, сука, просто аннигилирует. Это реально вот кнопка уничтожить. Если противник рядом, если у тебя браунинг, противнику, сука, не жить. Абсолютно. Насколько сильно он повлияет на баланс в Warface? Вы знаете, как ни странно, мне даже кажется, вот он вроде имба, а с другой стороны, я не увидел в нём чего-то такого, чтобы, ну, действительно позволяло ему выходить какие-то дистанции сверх того же Гарибальди. То есть Гарик, поскольку отдача у него слабая, он может на дистанции два-три раза подряд плюнуть, ты умрёшь. Здесь же нет всё-таки. Два раза подряд совсем, но ты не попадёшь, у тебя часть дроби уйдёт куда-то в молоко по-любому. Поэтому на дистанции, по-моему, Гарик всё-таки будет лучше Браунинга. А Браунинг, это теперь король ваншота. Вот просто anyway, это самый ваншотный дробовик за всю историю Warface. Ну, может быть, только пулевые дробовики на своей дистанции, там, могли в своё время показать то же самое, типа того же Марлина. Но здесь-то, ребята, у нас дробь, да ещё дробь с приличным разлётом. То есть у вас такой, знаете, хороший прямо имеется диапазон нагиба. То есть ты стреляешь прямо, и вот в этом раудиосе всё там умирает. Если там два противника, они тоже ваншотом умирают. Я не удивлюсь, если там будет три противника один за другим, они тоже все наклонятся, прям вообще без проблем. То есть именно как нагиб машина, именно ваншотная на своих дистанциях медика, Браунинг просто идеален. Это самый приятный в плане ваншота дробовик за всю историю Warface. Ничего более надёжного, вот чтобы ты чувствовал, что вот ты прямо, ты король своей дистанции. Если здесь кто-то появится, и ты первый выстрелил, он умрёт. Ни одного такого дробовика за всю историю не было. Если ставить вопрос ребром, то вот не знаю. Мне кажется, Гарибальди никуда не денется, он всё равно хорош, он крут, если у вас руки к нему привыкли. В принципе, наверное, можете пока что, пока новой брони нет, оставаться на нём. Я думаю, что часть игроков пересядет, конечно же, на Браунинг, а часть, половина, не знаю сколько, останутся на Гарибальди. Я думаю, и те, и другие, в принципе, будут довольны. Но мой выбор однозначен. Прямо Браунинг — это One Love. Убедил, пожалуй, покручу. А как там изменили пистолет автоматически? А, этот Кинетик CPW, ну, блин, нормальный пистолет этот автоматический. Ну, как нормальный? На самом деле он имбов даже для автоматического пистолета. Но я бы, наверное, больше его не трогал. То есть его немного вроде как фиксанули. Вам могу сказать, что одиночная версия прямо крута. Парная, наверное, всё-таки немножко не то. Одиночная версия — это что-то типа того, чем был в своё время Тег-9. Помните, Тег-9 прям, ну, аннигилировал тоже, будь здоров. Тег-9 был классным, нагибным, лучшим пистолетом в игре, и многие выбирали именно его. Даже некоторые медики бегали с Тег-9, и как бы их это устраивало, и ничего другое, полуавтоматы, револьверы им нафиг не нужны были. Вот новый Кинетик CPW, так он, по-моему, называется. Он примерно то же самое. Вы видите, в нарезке я немного с ним тоже побегал, пострелял, понагибал, так, ну, в качестве второго оружия использовал, второстепенного. Хороший ствол. Некоторые говорят, что он совсем имба, он лучше основного оружия. Нет, друзья, не лучше, не лучше. Но он рядом не стоит ни с МакПулом, ни со СТК, ни с чем вообще. Это обалденный, классный, действительно, автоматический пистолет. Я бы его больше не трогал. Немного нерфанули, и хватит, и хватит. Потому что действительно классных автоматических пистолетов у нас давно не было. Все эти маузеры, они там были хороши только в парной версии, а тут мы, наконец-то, получаем одиночную версию. Действительно классный. Тут действительно одиночная версия лучше, чем парная. И, блин, играть с ним сплошное удовольствие. Я, например, даже на медика бы ставил и играл именно так. Прямо по кайфу, да. Те, кто в свое время любил ТЕК-9, я думаю, очень и очень оценят. Сильно зарезать этот ствол не надо, ибо тогда он станет сплошным аутсайдером. В таком виде, в каком он сейчас представлен, это прямо... Так что, друзья, вот такие дела. Пистолет Гарнателло, больше, я считаю, резать не надо. Браунинг великолепен. Прекраснейшая альтернатива Гарибальди. И, по моему мнению, это новый лучший дробовик Warface. Прекраснейший дробовик Warface. И отборировку Браунинг.